Повестку дня в правительстве открыли с обсуждения эффективности системы Астана-1. Это информационная система по электронному декларированию. Ее внедрение значительно бы упростило жизнь таможенных служб, а самое главное – рядовых граждан. Но, по словам Бахата Султанова, есть две проблемы, тормозящие реализацию проекта. Первая – это отсутствие высокоскоростных каналов связи на таможенных постах. Вторая – выделение дополнительных ресурсов виртуальной мощности для данной системы. Глава ведомства заверил, что последний вопрос решается с Министерством информации. Внедрение автоматизации должно значительно сократить расходы декларанта, которые он ранее затрачивал на пользование брокерскими программами и услуги таможенных брокеров. Мы полагаем, что за счет внедрения информационной системы Астана-1 высвободившиеся денежные средства будут направлены участниками внешнеэкономической деятельности в товарооборот. Кстати, Султанов уверен, благодаря искусственному интеллекту на таможенных постах поступление в бюджет составит около 12 миллиардов тенге, а к 2025 году и вовсе до 27 миллиардов. При этом министр уверен, процесс декларирования уже сегодня значительно облегчен. Сейчас не нужно идти к брокеру с пакетом документов и ждать решения сотрудника таможни. Можно самостоятельно подать декларацию через интернет-каналы, не приходя к брокеру и в таможню. Система получает уведомление о том, что его декларация выпущена, и ему остаётся только идти на склад временного хранения для получения своего товара. То есть мы максимально минимизировали и исключили человеческий фактор в принятии решения о выпуске товаров. Ну а теперь о других темах, которые обсуждали сегодня в правительстве. Поголовье крупнорогатого скота вдвое увеличат в Казахстане. Такую приятную новость рассказал главе Кабмина, первый вице-министр сельского хозяйства. Тем самым выручка от экспорта сельхозпродукции вырастет почти на 2,5 миллиарда долларов. Кстати, Арман Евнеев рассказал, что в стране активно реализуется программа развития животноводства. Основная задача программы будет заключаться в развитии фермерских хозяйств. Для сравнения, Российская Федерация упор в производстве делает на крупные агрохолдинги. Фермерские хозяйства будут являться основой модели производства. Они будут объединяться в вопросах сбыта, обучения и ветеринарного обслуживания. Теперь напоследок о возможных изменениях в программе Нурлежер. Сей факт прокомментировал Женас Касымбек. Министр по инвестициям и развитию сказал, из программы не будет ничего исключаться. Другими словами, кардинальных изменений не будет. Вносятся лишь поправки. Они связаны с поддержкой новой программы 7-20-25. По ипотеке мы рассматриваем вопрос снижения уровня субсидирования. Те же самые 10% остаются. То есть 7% мы субсидируем. Но она будет идти параллельно с программой 7-20-25. Напомню о том, что из программы не будет ничего исключаться, не раз говорил глава государства. Останется также поддержка субсидирования процентов по застройщикам. В общем, переживать не о чем. Анвар Шаликенов, Лжас Пек Моденов, Нурлан Утиген, Бутагус Кайрбекова и Даурен Зарипов. Телеканал Алматы. Астана.